Этот Новый год в Волгограде был не таким, как прежде. Трагедия, унесшая жизнь десятков людей, заставила многих перестать верить в чудеса. Наряженные елки одиноко стояли на опустевших городских площадях и в парках. Бенгальские огни заменили поминальные свечи, а праздничное настроение – слезы, скорбь и чувство незащищенности. Люди продолжали нести цветы туда, где в канун Нового года произошли теракты. Вот краткая хроника этих событий. 29 декабря в 12.45 прогремел взрыв на входе в здание Волгоградского железнодорожного вокзала. В этот день из-за отмены всех авиарейсов большинство волгоградцев и гостей города отправились за билетами на поезд. Взрыв был такой силы, что людей разбросало словно тряпичных кокол. Потом все разрушено, дверей нет, стекол нет, люди лежат тут. Он позвонил и говорит, давай, я тебя буду ждать в вокзале. Это холодно, ты лети меня в вокзале ждешь, а то холодно на улице. Ну и все, и... Не прошло и 20 часов, как городу был нанесен новый удар. Утром 30 декабря мощное взрывное устройство сработало в салоне троллейбуса, переполненного людьми. Кто-то спешил на работу, кто-то за новогодними подарками, а кто-то из-за гололеда стал пассажиром этого рокового рейса. Подошла к автобусу, там девушка, ну, нога сломана, короче, ну, что-то с ногой все крови было, но она, видно ли, просто проходила, волну ударила. И мужика рука водитель, а его нет тела, тела, а только рука осталась. Я потом не смогла, я до смотки ушла. Два взрыва с разницей в сутки унесли жизни 34 человек, еще 75 пострадали. Лучшие врачи страны прибыли в Волгоград, чтобы помочь пострадавшим. В настоящее время почти четыре десятка человек продолжают лечиться в самом Волгограде. 23 пациента перевезли в клиники Москвы и Санкт-Петербурга на спецбортах МЧС России. 10 раненых по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Основные повреждения – травмы минно-взрывного характера, ожоги, поражения вторичными элементами боезаряда. Умерли больные, которые исходно имели травмы, несовместимые с жизнью. Как во времена самых тяжелых испытаний, в канун Нового года в Казанский кафедральный собор Волгограда из Москвы доставили семистрельную икону Пресвятой Богородицы – умягчение злых сердец. Образ Богородицы подняли в небо над городом. С высоты птичьего полета звучали слова молитвы об умножении любви и искренении всякой ненависти и злобы. Сейчас, к сожалению, неблагоприятные условия сложились, что злые люди устраивают террористические акты, убивают наших братьев и сестер, ни в чем не виноваты. Тем временем в городе и области усилены меры безопасности. Еще в новогоднюю ночь Волгоград прилетел и провел совещание президент России Владимир Путин. Все ведомства и службы работают в особом режиме в связи с повышенным, желтым уровнем террористической угрозы. Силовики начали операцию «Вихрь антитеррор». Досматривали всех подозрительных людей, проверяли документы и личные вещи. Уже за первый день операции было задержано более 80 человек. Был усилен также сводным отрядом въезд в область со стороны Кавказа. Везде стоит милиция, везде ходят дружинники, казаки. Везде проверяют, ссылки показывают, просят. Поэтому абсолютно чувствуется, что охраняют, что усиленная охраняется. Страх такой есть. Страх какой-то существует. Расслабляться не надо. Но постоянно жить в состоянии страха и тревоги невозможно. Человек должен взор свой всегда простирать вперед в своей жизни. Оглядываясь назад только для того, чтобы быть наученным, не повторять своих ошибок и ошибок своих близких. Храни Господь вас. Девять дней с момента второго взрыва пришлись аккуратно Рождество. И волгоградцы отмечали этот праздник. Несмотря ни на что. Неужели люди, не будьте все дни, неужели, 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 неужели. Есть Христово Рождество. Неужели люди. Полицейские, дружинники и казаки дежурили на остановках, в торговых центрах, в театрах и в людных местах. С металлоискателями проверяли даже тех, кто пришел в церковь в ночь перед Рождеством. Я сегодня в церковь ходила на ночью, так что я думала, нас прям даже турникет поставили. В храмах Волгограда прошли богослужения в память о жертвах терактов. Люди ставили свечи и за здравие тех, кто находится сегодня в больнице. Но Рождество служба прошла на главной площади города. Сразу после богослужения площадь опустела. Ни нарядные ангелы с тысячами шоколадок, ни рождественские песни и хороводы волгоградцев не привлекли. Воспоминания трагедии еще слишком свежи в их памяти.